Футболка стала уже классикой в повседневной одежде, начиная с 1950-х. Она стала символом непринужденного повседневного стиля. Если вы носите ее правильно, вы будете выглядеть сильным, атлетичным и крутым. Но если с футболкой что-то не задалось, вы будете выглядеть небрежно и неряшливо. Сегодня я покажу вам три больших ошибки, которые допускают мужчины, надевающие футболки. Первое – носить футболки с графическим принтом. И, поймите меня правильно, есть время и место для футболки с забавным принтом, но если вы из таких вообще не вылезаете, и вам уже больше тридцати, сорока или пятидесяти лет, вы будете выглядеть как ребенок, который так и не повзрослел. Выбирайте однотонную футболку, в ней вы будете выглядеть более зрело. Далее – футболки не тех цветов. Если вы выбираете футболку яркого цвета, особенно если этот цвет не идет вам, не подходит вашему цвету лица, в ней вы будете выглядеть как человек, который не умеет одеваться. Если ваша кожа и цвет волос заметно контрастируют, темный цвет футболок, такой как темно-синий, черный или угольно-серый, будет на вас отлично осмотреться. Если контраст не слишком явный, выбирайте светлые тона. Просто ощутите разницу, одна выглядит на вас стильно, придает мужественности, а другая неряшливо. Последняя ошибка – большинство мужчин носят футболки, которые плохо на них сидят. Если вы носите такую, вы нивелируете ваши преимущества, а недостатки фигуры наоборот выпячиваете. Идеально сидящая футболка подчеркнет вашу силу и мужественность. Итак, что такое идеально сидящая футболка? Футболку сложно подогнать в плечах портному. Если она мала в плечах, ее плечевой шов будет располагаться слишком высоко, а в области подмышек ткань будет морщить и собираться гармошкой. Если она велика, шов будет свисать у вас с плеча. У футболки нужного вам размера. Плечевой шов будет как раз там, где заканчивается плечевая кость. Поговорим о торсе. Если футболка вам мала, вы обязательно почувствуете, что она вам жмет и вам в ней некомфортно. Если она велика, лишняя материя будет сидеть мешком в области груди и талии. Не важно, какое у вас вложение. Если футболка велика, в ней вы будете выглядеть так, как будто вы плаваете в своей одежде. На идеально сидящей нужно, чтобы оставалось несколько лишних дюймов материи, чтобы она сидела свободно. Область шеи. Круглый или V-образный вырез футболки отлично смотрится почти на каждом парне. Вся фишка в том, чтобы избегать горловины футбола, которые слишком широки. Очень глубокий V-образный вырез будет открывать слишком большую площадь поверхности кожи. И если только вы не атлет, вы будете выглядеть, как женщина с декольте. Длина рукава. Если рукава слишком короткие, вы будете выглядеть инфантильно. Если только у вас не руки качка. Ну и полностью закрывающие бицепсы вам тоже ни к чему. Правильная длина рукава закрывает бицепсы наполовину. Ваши руки будут выглядеть привлекательно, вне зависимости от того, насколько накачаны ваши бицепсы. Длина рукавов легко понять, когда рукава вам тесны. Не стоит останавливать у себя в руках кровоток. Но если только у вас не очень мощные руки, вы часто можете заметить, что рукава футболок вам слишком широки. Остается много материи в обхвате. Вся проблема в том, что из-за этого ваши руки выглядят слишком тонкими. Правильные рукава будут слегка обхватывать ваш бицепс, при этом они не будут тесны, и вы не будете ощущать дискомфорт. Найти соответствующую футболку довольно трудно, так что посмотрите видео, в котором я показываю, как подшить любую футболку. Длина футболки. Слишком короткая футболка будет на вас задираться при любом поднятии рук, обнажая при этом ваш живот. Но если она полностью прикрывает ваш задний фасад, слишком длинная. Вам нужна футболка, а не платье. Нужная длина будет на 5-10 сантиметров ниже уровня линии пояса. Итак, теперь понятно, как выбрать футболку. А что насчет классической рубашки? Посмотрите это видео, в нем я рассказываю про это. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok